Друзья, товарищ Камрадов, всем здравствуйте! Давно не записывал видео, да, не снимал, то есть на камеру, ввиду своей болезни, да, давно болею, никак не могу выздороветь, все еще до конца не выздоровел. Так, ну ладно, не об этом, может быть как-нибудь в видео поговорим. Чем сегодня будем бриться? Ну давайте, наверное, первое представим, вот такое вот китайское мыло, BlueZoe Shaving Soul, аромат, по-моему, сандал, да? Да, аромат сандалвод. Благодаря Юрию Дягилеву мы сегодня сможем попробовать вот это мыло. Юрий, здравствуйте и большое вам спасибо! Да, и всем тем ребятам, кто присылает на обзор, от всей души, благодарю. Так, по мылу, мыло веганское, наверное, не будет видно, но давайте я сейчас куда-нибудь, допустим, сюда вот, сейчас добавлю, посмотрите по составу, почитайте, на 100 поставите, да, кому интересно. Мыло выглядит вот так вот, мыло еще не пользовал. Сегодня, забегая вперед, скажу, будет бритье без чаши. Будем забирать сегодня мыло вот таким помазочком, от Фениксов, да, по-моему, Амбар называется. Вот так вот. Красивый тоже, там все переливается. 24 миллиметра. Да, не смотрите, что он такой здоровый. Узел 24 миллиметра. На лице работать приятно, так что будем забирать по полной. Так, лосенчиком. Сегодня будет вот такой вот Клабман Байрум, да? Ну, не самая удачная вариация на Байрум, потому что на лицо он пахнет какими-то, бочковыми, с солеными огурцами, а не Байрум. Ну, может быть, из-за, из-за гвоздики, скорее всего, да, вот прям, такой аромат гвоздики. Так, с того, что, с того, что мы сегодня будет вот такой вот агрессивный, в розорок Мэнтор, да, он же Магарт В3А, он же куча станков, китайских, ноу-н-н-эйм. Да, ребята говорили, то, что в розорок первые придумали, но, не знаю, может быть, мне кажется, придумали все-таки китайские. А, лезвие. А, кто меня давно смотрит, да, знает, что это самые нелюбимые мои лезвия. Но, мало ли, да, станок агрессивный. Дадим ему шанс. И вот, что интересно. Я, кстати, по-моему, из двух пачек каких-то собрал одно, чтобы тысячу пачек не валялись. Не знаю, будет вам видно, не будет одна темнее, чем другая. Вот эта светлая, вот эта темная. Да, такой на тон, на полтона. Ну, да, ладно. Попробуем, попробуем, что из этого выйдет. Так, давайте рапируем в двух конвертиках. Вот такой конвертик и обычный, с какой-то там папиросной бумаги, да, конверт. Так, хорошо. Давайте столок раскрутим. Розорок Монтер. Покупал я этот станок от Су и брал комплект. Он идет, то есть ручка, бульдог, да, и две головы. Миссион и ментор. Миссион ученик, ментор, учитель. Миссион это копия головы R89. Так, ну давайте немножко замочим, да, улица. Чуть-чуть, пусть покиснет. Так, Миссион, да, это 89, а Монтер это Maggard V3A. Так, ну вдруг, если лезвия не пойдут, взял вот такие вот три карбон. Да, карбон. Так, ну так как станок агрессивный, возьмем еще алунитик. Так, ну, я думаю, давайте приступать. Чуть-чуть, вода холодная. Сейчас немножко смочим помазок. Синтетичку нагреем немножко, чтобы на лице поприятнее было работать. Так, по составу я сказал, да, состав. О, посмотрите. Ну, наверное, уже посмотрели, да, кому это интересно. Так, и давайте делать забор. Ух, прям вот, откликается. В сухом виде аромат не интенсивный. Аромат сандала, да, но это, кто привык к проразу красному, да, но это далеко не красный прораза. Такой... Ну, кстати, в пене он по-ярче звучит. О! Такой легенький сандал. Может быть, даже какой-то немножко парфюмированный. Так, давайте вот так вот сделаем. Немножко тут парфюмированный. Мылом этим не брился, так что не знаю, как оно все будет. Ну, ополаскивать не буду, да, мало ли, может быть, по ходу пьесы будем добирать. Не исключено. Так, ну, приступаем. По щетине, по-моему, дня три. Если не ошибаюсь. Ага, просят воду. Водички. Ну, пена такая приятная пока, еще густоватая. Сейчас мы ее доведем до кондиции. Вот, сделаю немножко вот такую ложбинку. Туда водички. На самом деле, я думал, пена будет такая шампуневидная, рыхлая. Потому что в плане мыльно-рыльных пока я китайцам не доверял. Как-то давно-давно покупал с Алиэкспресса. По-моему, какую-то шайбу там на козьем молоке, что ли. Ну, не в восторге. Остался не в восторге. И мыл руки потом. Ну, смотрите. Приятная, плотная пена. Кстати, это мыло, по-моему, насколько я знаю, и на Азоне еще продается. Так, ну, хватит, да? Так, теперь прогреем станок. И первый проход по росту. Ну, давай, Мэнтер, не зареешь. Лезвие чувствуется. Ну, вот, я бы не сказал, что прям мягкое бритье, даже с рапирой. Немножко лезвие чувствуется на коже, такое. Ну, я бы не сказал, что это дискомфорт. Ну, и не особо комфортно. Так. Так, на больничном я, наверное, уже месяц, да, в первую неделю с температурой с высокой отлежал дома. Вызвали скорую. Из пневмонии меня отправили в инфекционное отделение. Где там еще, наверное, полежал дни 12. Что самое интересное, попал я туда с правосторонним воспалением, да? То есть, пневмония и правосторония. А выписали меня оттуда с двухсторонней пневмонией. С тем же кашлем, с температурой. Короче, до того, как попасть в больницу, я чувствовал себя намного лучше. Давайте, умывайся и на второй. Да, вернулся и терапевт меня, наш терапевт, более-менее поставил на ноги. Ну, в общем-то, да, по этой причине я давно не снимал. Ничего не было. Ну, вот, по первым проходам могу заменить то, что мыло превзошло во все мои ожидания. Так, второй проход, поперед. Остановщик привез, в принципе, не так давно. Привез. Так же две головы. И миссион, и ментор. Но, посмотрел на голову миссион. Она, кстати, полностью туда тоже идет. Крышка и нижняя плита. На крышке, ну, это винтики, вот стерты шлицы. Так что, родная ручка не подходит, пролетает. Но, ну, кстати, многие ручки тоже прилетают. А вот, одну смог подобрать. Ручку от Тибам, опытной 15, титановая ручка. Довольно-таки неплохо сидит. Может быть, как-нибудь должен попробовать эту голову. Может, даже имеет смысл сравнить ее с 89-й головой от Нюля в одном обзоре. Может быть, да, посмотрим. Так, ну, давайте. Мываюсь и на третий. Кстати, да, вот, пока в больнице лежал, с собой брал наборчик. Тоже, наверное, фотографию давайте сюда. Вот, фотографию добавлю, посмотрите. Брился почти каждый день, да. Пардон. Брился почти каждый день. Понравился. Раса, реально. Там, то ли, может быть, в больнице вода мягкая. Прям скользит. Идеально. Крем. Брал с собой, что я еще там брал в тюбике. Это Варан Денди. За что Роман Викторовичу Пастухову большое спасибо. В свое время подарил. Станок был Яковский Сентинел 1.35 Пермошарп. И, что забыл, чаша. Силиконовая чаша. Вот, в этом случае пригодилось на 100%. Удобно. Просто удобно. Попользовался. Протер. Оплоснул, протер. Сложил. И убрал. И помазочек, по-моему, был желтенький. Да, тоже Яковский. Так что, я думаю, может быть, как-нибудь даже на камеру повторить. Да и самому интересно, как правораза крем будет брить. На воде женский водя. Давно я им дома не пользовался. Все, мало. Так, ну и третий проход против роста. Да, чуть-чуть. Остается, да, привычки нужны. Ну, слушайте, лезвие мне понравилось. В этом станке. Во многих, не знаю. Он во всех своих станках пробовал. Ну, ни в одном мне не понравились. Где-то пропускает, где-то дерет. Здесь очень довольно-таки хорошо отрабатывают. Но не знаю, насколько они еще пойдут. Может быть. Я в основном привык лезвие им три раза бриться, да? Ну, довольно-таки в основном. Здесь не знаю, пойдут ли они на второй раз или нет. Все-таки заделает этот болельщик. Так, ну, пока был дома. Тоже после больницы. Наверное, недели-две. Как мог, уничтожал свои бритвенные запасы. Сейчас тоже фотографии где-то, наверное, пооставляю. Может быть, здесь. Да, вот лосьончик интересный от феномена. Повторять не буду, так как у меня в коллекции еще две штуки. Русская кожа. Тоже комплектный мыло покупал. И, насколько могу помнить, Росатаги, да. Отличные лосьоны. А также, что я использовал, добил крем. Давайте посмотрим, кстати, осталось что-то. Крем Бриз. Да, вот тоже добавлю вот сюда вот. Ну, неплохой российский. Относительно недорогой крем. Так, в охоточку, по-быстрому. Цитрусовый аромат. Интересный крем. Тоже у меня еще один целый есть. Надо будет, кстати, запустить. Так, ну тут все отлично. Вот. Да, вот на шее вот эти вот места чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть остались. И добил, наконец-то, как он называется-то? Борис. Колонию Русси, да? Да, вот. Оставлю. И, кстати, ссылочку тоже оставлю. Недавно мы им брились. Даже, по-моему, два раза на канале это было присутствовало. Так что так. Ладно, давайте. Умываюсь и до бривочки. Так. Смотрите, очень приятное, недорогое мыло, интересный аромат, но там ароматы, по-моему, насколько я знаю, еще какие-то есть. Ну, сандалы довольно-таки парфюмированные, легкие. Так, ну давайте до бритки. Идеально. Торопился. Идеально, чисто. В общем, значит, да, бритьев кайф. Кстати, не ожидал, не ожидал, что так получится. Ну, прям. Получилось бритьев кайф. Так, ребят, давайте умываюсь с автошейфа и парасол. Авторшейф, Роман Викторович, да? Кстати, вот между проходами, когда умывался, смываешь, и на лице остается такая скользковатая пленка. Не знаю, минус, плюс. Ну, наверное, скорее всего, плюс, да? Потому что очень хорошо скользит мылом. Станок по коже. Так. Ну, ничего нигде не стягивает. Все пока шикарно. Так, ну и, наверное, клапмана оплоснемся. Обеззаразен. Аромат на большого любителя, конечно. Ну, немножко он на коже, конечно, меняется. Наверное, в лучшую сторону. Но это все равно не тот Байром, да, к которому мы привыкли. Нет, Байру нравится. Как же он называется? Веганское мыло. Американское. Соткомандер, да? Вот тоже добавлю ссылочку к пленке. Там идеальный, идеальный аромат Байрума. О, не то что огурчики, да? Так. Ну, в принципе, все питалось. Сухо. Кожа матовая. Все отлично. Так. Так, так, так. Ну, и с чего начнем? Ну, давайте, наверное, с мылою начнем. Юрий, еще раз вам огромное спасибо. На самом деле, не ожидал такого результата. Мыло действительно отличное. Несмотря на то, что оно веганское, да? Скользит идеально. Пена хорошая. Правда, не знаю, вот, если, может быть, взбивать в чаши, что-то изменится. Ну, для лица, да, вот, на лице, когда взбиваешь, прям, 10 баллов из пяти. Хорошая, хорошее мыло, мне понравилось. Еще раз большое спасибо. Так. Помазок. Ну, вот, как для лица. Идеальный вариант. Высокий лофт. Широкий. Удобный. Держать удобно. Прямо. Не зря купил. Мне понравился цвет, такой тоже янтарный. Очень интересно. Кофейный янтарный. Хорошая штука. Так. Главное, переходим к станку. До этого я имбрился. Правда, очень давно. Не помню на каких лезвиях, но мне не особо понравился. Ну, я не такой любитель агрессивных станков, да? Я люблю мягкие станки с острыми лезвиями. Для меня это идеальный вариант. Здесь, опять же, им каждый день не побреешься, да? Это наверняка раз в три, в четыре дня. Вот это вот оптимальный будет вариант. Но, опять, удивили. Сегодня лезвие рапиру. Наверное, я нашел к этим лезвиям станок. В моем случае, опять же, да. Вот эти лезвия нам не пригодились. Здесь, кстати, голова-восплав. Сама крючка, остальная. Пульдог. Не помню, говорил, нет. Так, камешек. Камешек нам не пригодился. В принципе, хотя уже все нормально. Лосил, все затянул. Клабаны. Ну, по клабанам говорил, да? Брал давно. Цена была отличная на него. Кстати, в коллекции есть еще. Там, наверное, восемь или девять клабанов у меня. Может быть, семь. Не помню, не считал, если честно. Но это не самый лучший, наверное, самый худший из коллекции. Но, в охоточку. Причем он еще такой стойкий. Там, часов десять, наверное, держится. Надо будет его чем-то перебивать. Либо парфюмом, либо чем-нибудь еще. Так. Ну, наверное... Ну, как обычно, наверное, что-то в голове крутил. Много чего хотел сказать, но все повылетало. Так. Ну, и, наверное, все, ребят. Да? Да. Про все сказали, про все рассказали. Плассион, лезвие. Да, мыло. Да, Юрий, еще раз. Огромное вам спасибо. Всем ребятам, кто присылает. Мое почтение. Огромное спасибо. Так. Ну, и, наверное, будем закругляться. Да. Берегите себя, своих близких. Особенно сейчас. Осенью, да. Если куда-то ходите в такие места, как больницы, все-таки не будет лишнее одеть маску. В моем случае хотел сдавать анализы, да. Не одел маску. И дня через 3-4 очень стало плохо. Так что, да. Надо. Ничего там такого зазорного нет. Давайте, ребята. Удачи вам. Смотрите. Подписывайтесь. Комментируйте. Всем брат. Ареведерчи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова